По-моему 44-й, Стивен Макманус На подаче Монсака была просто отменная, на заглядение Спартак снова с мячом, заперли красно-белые соперника на его половине поля Шишкин, Велитон пяткой, то ли передача, то ли удар И то, и то была одинаково опасна Павличенко на подворе первой На коротке хотел сыграть, не получилось еще одна передача Спартак здорово смотрится в эти минуты, надо дожимать То, что получается, у Спартака причерчется Еще одна подача Велитона, и еще не на главой И все так же 44-й номер Стивен Макманус опять мяч переводит за пределы поля Конечно, шотландские игроки сейчас достаточно сильно напряжены И для Спартака очень важно забить, забить И для этого необходимо, чтобы скорость в ни в коем случае не сбросилась Вновь Моцарт, вновь подача справа у фланга Закручивает мяч с таким листом в ворота И в борьбе на выходе Сначала дохнули, по-моему, Штранция И не он так вот махнулся, да, действительно Мартин Штранций обозначил движение Толчок в сторону в вратаря Могло бы дорого это стоить И для нейронно, честно Все это было списано на обычные эмоции На ответную реакцию Россия передача Хартли Пас на берегу Рокислинка Эта башня цепляется Опять видим, как плотно Штранций его держит Берегу Рокислинк сейчас смещается на левый край атаки Это Шишкина оказавшись Не спеша Селтик старается свою атаку развить Все достаточно просто Когда не на скорости, без дриблинга Когда защитники стоят лицом в поле, а не к своим воротам Такие моменты не самые сложные испытания Нет вложения вне игры, показывает лайнсмен Убивительно, сход Мальдональдс мячом Хорошая подача, опаснейший момент Готовы сойти с ума наши коллеги Шотландского телевидения Сейчас в соседней кабинке творится просто что-то невероятное Ну и смотрим, как забил Селтик К классической британской манере И передача-то какая 11 номер попадает Тут самый Хапли в объятия партнеров Справа фланга нацеленная передача Там Горлинг Скрафен На чем-то со всеми своими защитниками беседует Этот футбол называется Не успел Шава закрыть своего оппонента Шишкин почему-то отвечал вместе с Повычем За Венигоров и Селинков Да, его не удержали А там и Быстров не успевал за своим оппонентом в обороне В общем, не разоболись Спартаковцы, кто должен отвечать за Харкли И удар, конечно, классический, шотландский Как просто гвоздь Каким-то молотком вбил в доску Сейчас так он пробил головой 1-0 на 21-й минуте